Девушки отдыхают 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 и чем ближе, тем блиснее этот фильм. Он сказал ему, какая причина, вот эти причины откроются в вечности. В откровении написано «Ибо и дерево, и листья его для истемления народа». То есть тончайшее разумение того, что делал Господь. Почему со мной именно так случилось в моей жизни? У меня вопросов таких нет. Проходит время, я вижу, это было лучше. Представьте, друзья в праздник, и вдруг меня арестовывают, ну ни за что. И второй раз сажают, и опять повезли по тюрьмам. Как тяжело, но пройдет время, я только одну благодарность буду. Какой я приобрел опыт в этих тюрьмах, сколько людей там. Я тоже был в тюрьме, я тоже понимаю, что не зря я там был. Но вы-то были за Христа, а я-то был по своей дурости. А такие дурости-то мне встречались, они стали на путь истинный. Я понимаю, по-другому я бы их не достиг. Исследователь, главное, исследователь принял крещение, полное погружение. Начальник не умер даже по-христиански. Это Бог сделал это. Не, ну все-таки вот этот вопрос, почему, я вот не понимаю, почему. Слово «почему» — отставить. Просто отставить, это его замысел. И он дает свободу воле человеку, что ты хочешь, что и делай. И он говорит, и когда очередной эксперимент сатаны не увенчался успехом, ангелы рукоплещут, а сатана просит, дай мне, я тоже сделаю это царство небесное. Пожалуйста, его служитель, он говорит, что делаешь, делай скорее. Зачем себя мучить? Ты все равно к этому пришел уже. И мы только должны это принять. А глубинное, не знаем, все написать в миру, не вместить бы книг. Почему он родился скепорожденный? А почему он лежал 38 лет парализованный? Вот каждое «почему» вопрос, а это не надо мне знать. Так было, я факт принял. Я в своей биографии не могу разобраться. Почему я родился именно вторым ребенком? Почему мальчиком родился? Почему родился от родителей неграмотным? Я был бы другим, но это мой гребень, моя планета. Я должен без всяких «почемок» принять. И Бог дал мне святую и православную веру. Я счастливый человек. Это я так понимаю. Но я боюсь, скажем так, коль Иисус в Иисусном виде, и зная о том, что вот этот человек сейчас падет, и передавая ему этот хлеб на этот момент, и уходит дьявол, он же мог это, как говорится, приостановить и остановить. Вы говорите, зачем дерево в раю было то, через которое человек получил смерть? Зачем? А зачем Бог позволил дьяволу быть в раю дальше? А зачем вообще он дьяволу спадет? Маленький, вот так вот, встаньте. Зачем? Зачем? И вот эти все «зачем» откроются только вечности. Мы не знаем. Происхождение зла неизвестно. Ни один сих, ни отец не описывает. Но причина, как показывается, что от гордости, спаси Христов, от гордости. Почему? Не рукуполагайте вновь пришедших, Павел говорит, дабы не подпал осуждению сатаной, не поднялся гордости. Это одно место к Тимофею, на которое Ян Златонус ссылается, показывает, что сатана пал по гордости. Он вознесут престол, мы вышли звезд, сяду на севере. Почему от озона Войдура может там быть? Предположительно. Вот так. Надо принять как данность. Почему в стране российской так много Бог дал в Руси, и вдруг все теряется? Я на счастье рву, и будет еще хуже. Почему? За дела наши. Мы всегда должны относиться к себе. Ну а как, вот если я вот, например, по себе чувствую, я немышленный человек, но понимаю, что вот без креста не могу. Прошу там какой-то помощи. Но он все равно по своей страсти какой-то внутренней, которую я имею, и желание с ней бороться. Там вот ночь, ну Господи, помоги, сам не могу. Вот достай меня из трясины, вот я чувствую, что я туда падаю. Достай меня, ну схвати меня там, держи меня. И кто-то меня почему-то не хватает, и я туда падаю. Это рождение свыше, первое, проверить себя. Получившего рождение свыше, он имеет другие мысли и чувствует. Он греха, как змея, страшится и не попадет. Или вот я когда покаялся, а в это время я учился в высшем мореходном училище, я работал на корабле после армии. И я покаялся. Я встал с молитвы первый раз, хотя с детства я молился. Я на себя смотрю, это не я. Это тот, на который я смотрю, который до молитвы еще был. Это человек, который совершенно противен мне. Вот спрашиваю, кем хотел быть отсюда, где эти маленькие там космонавты, я хотел быть только террористом. С детства убивать коммунистов. За все, что они сделали, я с пяти лета тоже знаю. А Бог вызвал тебя, Бог убивает. Ты как Савву пойдешь, превратишься в Павла. Я это переживаю, это во мне. Мы ночуем где-то в степи, в лесополосах. И не день, не два, а три месяца. А ложиться спать, а они в палатке, я здесь. Кто угодно может напасть, а у него зайс не пробежит рядом. Это не просто собака, я сейчас покажу. Мой душ вообще режиссер документальный фильм, но он работает этим, сейчас с шофером на фирме. Да. Бывший режиссер, да? Смотрите, это чемпион России. Какая медаль золотая выдана ему. По общей подготовке, по защитной караульной. Вот вы не так наклонились, все, это уже нападение. Он по этому обладает сразу. Потому что я пристально смотрела. Да, вы понимаете, их специально на разный перехват учат. Когда ездили в прошлом году, это был чемпион Сибири, а нынче это чемпион России. Я любовала. А это тоже можно. Я сняла документальный фильм на телевизии Оренбургском. В 84-м году. Там был безногий тракторист, который без ног трактористом был. Режиссер бывший. Документальный. Давайте маленько отойдем, чтобы собаку не беспокоим. Бывших режиссеров не бывает. Не бывает, да? Не бывает. Работников календарного бывших. Офицеров бывших русских не бывает, да? Мне надо знать время, сколько. Мне такое сильное впечатление произвело за ужином рельси, что я вчера весь день из дома не выходила. Так вы ему скажите свои впечатления. Только, Геннадий, вы идите кушаете. А то он плохо слышит. Видите, кушаете. А мы вас подождем на медицинском. Нет, сейчас они ударят колокол. Такое сильное впечатление произвело ваше за ужином, в пятницу, что я все записала. И вот муж даже послушал, даже не поленился сюда прийти. Это дело Божие, это человечество. А вы в храме записывали, да? Нет, я записывала за ужином, в пятницу. А, за ужином. В пятницу. Не выдумывал. Я называю местописание. Ты сам дома открой, проверь, запиши, скажи, так или не так. А ты придумывал. Мне это не надо. Я вестник Божий. Я обязан сказать то, что Бог говорит. Нравится, не нравится, меня это совершенно не касается. Поэтому у меня врагов море. По поводу книг. Ну и друзей еще больше. Как вас зовут, Анатолий? Вот представьте. Игнат Тихонович, минутку. Вот Анатолий по поводу книг договаривался с вами. На моем мире мы с вами, помните, разговаривали? Фамилия? Чабан. Да к чему ж ты так долго не был-то, Чабан? Как долго? В воскресенье сегодня. Так, книги на втором этаже. Они все там, ну как вы заберете? Тихо можно купить. Если хотите, они уже лежат здесь, для вас оставлены. На них, на эти книги уже сколько священников было, не тронет. Я написал, Чабан, сколько ему. Где можно купить? Так, расчеты, берите. А у него? Сейчас, спрашивайте. Расчет здесь? Да, здесь, конечно, здесь. Просто мы с вами говорили, если есть возможность рассчитаться до сентября. А рассчитаться потом. До сентября. Потом я вам дам счет, я вот кидал вам счет. Ну есть, есть. Все, ну и восемь. А куда именно, на второй этаже? А вот, вы видите, и на второй этаже там столовая, смотрите, они прямо на полу лежат, закрытые. А там кто-то есть? Там есть, скажите, я Чабан, покажите документы. А какая книга самая такая, по моим коренным мозгам, самая простая? Какая у меня? Да. Для слова Божия не отус. Вот эта. А она есть там у вас? Она есть, я могу даже продать ее. Да, я сейчас куплю. Эта книга... Она сейчас купит. В библиотеке Путин стоит. Купит, купит. Только извините. Это не просто книга у патриарха. Это как бы срез нашей истории. Начинается с моей биографии. Ну, в гузах, как я в фирме был. И дальше, как мы строим деревню православную, про детский лагерь. Одни документы. Я точно не знаю, там и донес. Так, уложения до книги нашей нет. Мне библии хватает. Нет, ну и нет, конечно, это я так сказал. Оттолкование еще нужно на библию. В mail.ru. Ладно, ладно. Я когда вернусь... Валерий, мне можно куплю, пожалуйста, книжку? У меня ничего нету сейчас. Осталось только два экземпляра на посольство Великобритании. Я дарю везде книги. Ну, все считается взяткой. И за взятку их до 12 лет кроет. А книга – единственный предмет, который во взятку не попадает. Хотя вот тоже... А если в книгу вложить взятку? Даже украшенной бриллиантами она не попадает. А перепереложите и перепишите. Чтобы книги у меня 38 дней, я полвека потратил на это. А издавал 9 лет. Я сам набирал и версткой сам занимался. И даже в фотошопе пришлось. В 62 года, 21 октября, вот помню, мне показали, как компьютеры включать в сеть. И я провел больше, сколько у меня там, больше 30 тысяч часов. А я тебе два года обучаю компьютеру. И вот эти книги вышли, они... Причем эфра нам. Давайте мирно жить. У вас есть наша визитка? Я вот за этот... Нет, нет. Нет, вот держите. И другим можете дать. Спасибо Господи. Мы другим, что вы дали. Это православный библейский сайт. Тут начитано моим голосом в голосе Златоуст. Можете слушать. Ушел, а жена слушает. Картошки 6 цветов, Жития Святых, Двенать Святобок, Добротолюбие. Ян Хроштас, Кирнатия Бричинина, Противостентамская. Я хочу вашу книжку самую простую. Она сколько стоит я привела? Я забыл, что у меня ее нет. Два экземпляра осталось. А какая сложная такая осталась? Только сложная осталась? Никакого не осталось. Все, вот сейчас он пришел, для него он заранее договорился. Для него один экземпляр лежит. Тут были священники, вот один, который вперед деньги заплатил. Полный комплект 20 тысяч 100 рублей. Он отдал и говорит, следующее я. Книги-то кончаются. У меня 90% изданных книг, которые я дарю бесплатно библиотеке. А всего тысяча экземпляров. Пять книг, правда, перевизданы теперь. Так на сайте там все книги в электронном веке. Их можно скачать и... Их скачать и можно читать по компьютеру. У меня 4 книги, которые стоят там, я не могу их издать. Вот, найдите мне человека. Это 4 книги, называется «Проповедь в стихах». Мои стихотворения. 3467 стихотворений по 9 куплетов. И каждое стихотворение, пигарка из Библии. Полностью до одной строчки занято 800 страниц книга. 4 книги делают, потому что здесь тени сильно будут. И все фотографии, которые дорога, это все там будут поставлены. Нашелся бы кто издать. А какой вы любите музыку? Какую вы музыку любите? Ну, какой я, глупую музыку. Я знаю, какая музыка. Говорит-то это и вам. Мне очень нравится Бах. Себастьяна Баха, когда она религиозная. Не религиозная, 5 симфония Бетховена. У меня там свои переживания. А песнопение, где музыки, вот, больше всего нравится. Он и музыкант, он и бар. Он около 80 мои стихотворения положил на музыку. И они в интернете. Вот Виктор Николаевич. А Виктор Николаевич, как говорится, как говорится? Ну, вот он. Вот он. Забирайте. Одно стихотворение. На форуме. Половина стихотворения прочитай, на котором положил музыку. Это о том, что Святая Русь. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика расставит. Останется вино. Вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Оску, острововов. Все подгребли, самому, тайгу и в югу. И расплодили нехрестей воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть. А Близовый смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, здесь добровольство в запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу, на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренной нам, не мы, не Русь святая, а герои веры. Народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы. Это мое одно стихотворение, неполное. Вот один строй. Ну, вот, Господи, я на море, корабль тонет. Вот, это такое, что кто вышел, не вышел, другой молится. Руки стучали всего. Когда мой корабль опрокинет пучина, а ров поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Это вот четыре тома, готовые к изданию. Ну, одна книга слухов вышла. Четыре тома, по 800 страниц. Вот найдите человека, который понимает, она называется проповеди в стихах, это проповеди. Они с двойным, тройным подтекстом идут. Экстраполяция, перенос событий из давности на сегодняшнее время и конкретно к читающим. Они настолько необычные стихи, я сам читаю сегодня, я их своими никак не признаю. Они просто моей рукой были написаны. Это настолько выше моего уровня развития и прочее. Брат Николай, подержи. У меня вопрос к батюшке. Вчера вот вы спрашивали, мы насчет Украины говорили, ну, то есть у вас все-таки как позиция, что воевать нельзя вообще? Абсолютно. Вот сейчас убили Николая Леонова. Они сейчас сегодня спрашивали. Нет, нет. Последний ролик мой, моей беседы с ним. Одно дело убили, другое дело, бессмертная моя беседа большая. А он приводит все, что в сторону одну. Я полностью привожу, что вот так говорят святые отцы, так говорят каноны, вот так-то надо поступить. Он был против, он получил то, за что боролся. Хочу я не хочу. Он за войну был, от войны получил. Я остался живой. Спор, спор разрешил Бог, не я. Наша цель-то не живыми остаться. Нет. Наша цель-то не живыми остаться. Все умирают, так или иначе. Ну, тогда разговор закончил. Ну, застрелили вы. Одно дело застрелили. Он 31 год, мне 75 лет. Мошара. Жизнь поможил. Я где был, я хочу сказать, где я был, живым не было. Мало кто выходил. А меня Бог как на крыльях пронес. Я имел возможность. Я занимался все время спортом, боксом, стрельбой. Кому говорю, я не знаю, я с 5 лет готовился стать террористом. У меня такая мечта. Да, отец рассказывал, коммунистам отомстить за поруганную Родину. Я с 5 лет знал свое направление. И поэтому так учился, так служил, и все к одному направлял. Разные языки. Я на 7 языках ввел работу. Но когда я уверовал во Христа, я понял, теперь меня было гнать, теперь меня было убивать. Как у Саблов было. Теперь ты будешь гоним. У меня обращение было очень похоже на это. Мгновенное, разовое, переходное. Я перешел от смерти в жизнь. И так и проповедую. Это какая-то минута была? Или просто... Ну, 5 минут. Ну, это прям момент. Это момент. Я на корабле. Я сошел. А, вы моряком будете? Я моряк. Служил в армии моряком. И когда на работу устроился, поступил в высшее Рижское мореходное училище. Добился разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии все предметы на английском, немецком и французском. То есть передо мной жизнь была открыта. Я молодой, здоровый. А внутри не то. Я с детства, самый маленький, помню, я узнал, Богородица, одела Радуся в старообрядческой беспоповской семье. Кержаки называется. У меня такая была жажда познания Бога. И когда я сошел с корабля, а у меня билет в кино, меня Бог поймал на том, что я любил бабушек. Не с вершниц своих, мне 23 года, а именно бабушек. Им можно помочь. Они нуждаются в этом. А я молодой, сильный. Я могу это помочь, привезти. И она идет с сумками. Я подскочил к ней, молодой человек. Бабы разрешили. А я с бордой еще на военном билете лежил. Я никому в этом деле не подчиняюсь. Бог сказал, поэтому для меня остальное запределно. Ты делаешь, что тебе положено. Убивать, убивать. Я готов склонить голову. Вот я иду с ней, баба, где здесь молятся? А идем мимо, какой-то дом и крест стоит. Я еще ничего не знал. Она говорит, давай здесь собираемся. А кто? А я не знаю, молятся. Я зашел с той стороны от латыши. Я с латышами живу. Я уже за три месяца латышский язык, Бог дал мне знать. Я разговариваю. Я стою здесь и не понимаю. Подошел латыш. Кто вы? Я говорю, я с корабля черноморский. Ну и какая она? Я говорю, я не понимаю ничего. А как же вы разговариваете о нашем языке? С вами разговариваю, я не понимаю, что вы проповедник говорит. Слова, которых я не знаю. Я перевожу медицинские, людей помогаю, английские. Я не знаю. Блаженный, нищий. Что значит нищий дух? Я этих слов не знаю. А оказалось, он говорит, а вот через дверь откройте, там русское собрание, баптисты, они с 50-50-90. Я зашел, я их по-русски не понимаю, оказывается. И они меня пригласили домой. И вот там дали мне Новый Завет. Я впервые увидел, а я все везде выписывал. Матвея начинает. В Рождество Иисуса Христа было так. Прежде мне все считались, но до этого написано, Абрам, Рождество, но они лежат, они пишут. Пишут. Но когда дошло Рождество Иисуса Христа, я скорее начал выписывать. Я все делал из атеистической литературы, выписывал. Вижу уже 5-й, 10-й, все божественное. Понятий никакого нет. Это было 27 сентября, 62-го года, в 17.00. И когда хозяева зашли, я уже так 5-ю главу считаю. Я говорю, книжка-то хорошая. Она говорит, книжка. Для меня обыкновенная книжка, но божественная. Это Слово Божие. Я не знаю Слово Божие. Я вообще ничего не знаю. Слово Библии я просто слышал, ну, как баран в Библии разбирать. То есть без того слова. Но их и не было. Их и не было. Ну, не было и не было. И вот они говорят, мы будем молиться сейчас. Они как? Клонят? Ну, 50-й. Там у них глаза закрыли. Ну, вы как можете? Ну, я как? Поклонами? А у них там буйный ветер. Это вторая глава. Бурный ветер, когда был-то. И они... 50-й. А они молятся и слышат ветер ходит. Они говорят, думаю, Дух Святой сошел. Глаза-то открыли, а я кламяюсь, поклонюсь. Они говорят, ну, пусть так будет. И когда вставатель говорит, а у вас какая-то просьба своя есть? Ну, молитвы я просчитал. Благородица, достойно. А вообще просить? Мне ничего Бога не надо. У меня все есть. Дорогие есть. Зарабатываю хорошо. Но меня Бог спас. Страх от матери. Я не знал грехов, которых люди знают. Меня от женщин Бог спас. Боровства я не знаю. Ни одного матерного слова не сказал. Будущее в миру еще. Это заложено было во мне. Я был избранником у Бога. Поэтому меня Бог провел буквально полезнее. Они говорят, а ты веришь, что вот написано в день 50-й, они заговорили на язык. Я занимаюсь языками, на языках меня Бог и поймал. Тут через бабушек, а тут языки. Я занимался в это время на семи языках. Испанский, грешеский. Мне не надо. Я просто любил. А в школе языка вообще не поднимал. Такого не было. И вот они говорят, заговорили на иных языках. Я говорю, как, не участь? Не может быть. Ну я за три месяца. Ну да. Ты это, ты вместе это. Ну все равно два, да. Ну да. И вот ты не веришь. Давайте с Арису говорим. Ты не веришь в это. Остану сади курочкой. Я понял, она права. Ну прости, еще не хватает. Я понял, у меня нет веры. И я впервые в мире, впервые за 23 года своими словами сказал, Господи, у меня нет веры, что в этой книге все правильно написано. И вот я не слышал ни за всю жизнь никаких голосов. Но тут как бы, как бы мне показалось, как будто бы голос такой, верю, 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 вот это эхом пошло. Я стою на коленях и как вот большой рюкзак несешь, и когда снимут, я даже качнулся вот так вот. Я встал и сам на себя в пять минут, который, я смотрю, это не я. У меня все мгновенно перевернулось. Я на корабль вечером прихожу и только через фальшборд перешагнул и сразу говорю, мы живем неправильно, за нас Христос умер. А у меня характеристика, член судового комитета, там все. И сразу сошел с ума. Сошел с ума. Умешался. И значит, авторитетом не пользуется. А у меня те и другие, они в книгу помещены, биографии там. И при этом в один день это все. Но для меня уже этого не существовало. Я добровольно оттуда ушел и поступил, куда приняли пожарную команду. Ну а там надо дрессировать самого себя уже. Лазить, человека опустить, не задушить там все-то. Ну а мы что-то не знали, двое с братом были. Но уже через неделю мы вошли к самому переду подошли. Триировки неперерывные. Я любительный. Сергия. Да. Ну а дальше поехал домой. Другим надо рассказать о Христе. Всем друзьям. Я очень активный был до этого. Друзья, подруги, подруги в самом хорошем смысле. И сейчас знакомые. Без всяких глупостей. Ну, мне казалось, сейчас обрадуется никто. Один брат только мой обратился. А вот сейчас священник. Потом сестра обратилась. Она засвященнослужительным замужем. Понимаете? Мама обратилась. Потом отец. Я среди своих первых домашних обратил. А дальше уже пошла серия арестов. Тюрьмы пошли. Я рад. Последний уже освободился в 87-м году. Вот перепристройки. Уже Горбачев был. Но работал я тут, можно сказать, в 88-м году. Это счет у меня уходило на сон. В 20,5 часа я довел. Сон-то я вижу уже не полнуют. Я работал и день, и ночь. Ну, представьте, 50 дней каудио только насчитывали на сайте. А работать не не дает. А я профессиональный строитель технику заканчивал. А ты счет города, ее делает там счет. В 20,5,5,5,4. Я в день, и я полностью выкладываю печень. У меня все время 280-300%. И эти деньги, все мы знали, куда их девать. И в первый день, как я обратился, я услышал о десятидесяте. И все эти десяти, ну, смещение там платить. Я решил, я экстремист, максималист. Я сказал, я буду платить 9-10. И всю жизнь, 50 лет прожил. Всегда одну десяти. Одну десяти. И поэтому я всегда на двух-трех работах. И 9-10, со мной никто бедный не был. И поэтому я перепрещу, креставратор, собак дрессирую, кинолог работают они, пассажирую в жюверный магазин. У меня везде все кипело. На работе там пилы кому-то, еще подшиваю валенки. То есть, где-то снег с крыши сбросит. Я должен иметь деньги, чтобы все было хорошо. Поэтому у меня жизнь такая, без чего-то контроля. Активная и подборная. Ну, у меня вот 10 июня, сегодня первый, будет 7 сантиметров. Я еще не отдать таблетки не съел, я не признаюсь. А болен. Все болит. А это не болезнь, это естественное отмирание организма, ничего страшного. Рапсак побегал, попрыгнул, хватит. Простите, как я буду просить. То есть, получается, вооруженные отпор врагу вообще не допустим? Можно не убивать. А? Фашисты напали. Как было? Не воевать с ними? Али не напали. Вы Библию хорошо знаете? Библию не очень. Ну, поэтому я ссылаться на Береска. Против не будете, что я на Библию ссылаться буду? Там же есть момент, когда... Есть моменты, когда подошли и ничего не могут сделать. Я проясняю сейчас. И военачальник, Рапсак, от царя, Синахерима, и он говорит, для войны не молитва нужны, а войска, антанта своя. Вы сидите, чтобы помет есть и мочу пить свою. ну, в блокаде, кстати, Иерусалим-то. Иезекия дал указание никому не отвечать. И поэтому он взял этот список, который Рапсак писал. Он пришел, перед Богом открыл и говорит, Господи, посмотри, как он. И тогда пророк Исаи подошел и говорит, стрелы ни одной не попадет, снаряд ни один не попадет. Утром встали, 185 тысяч мертвецов в одну ночь. Ангел махнул мечом, видимо, 185 тысяч трупов. Он встал, одни трупы, и он домой. Но царь, который послал его, в это время, он вернулся домой, видимо, где-то рядом был, приносит жертву, сыновья родные восстали и его убили. Вот и все. Вся эпопея. Не надо Израилю ни одного выстрела, только разграбить. Это уже были моменты, когда Моисей стоял воздев руки, когда он опускал руки, враги побеждали. Тем не менее, это было, есть тоже. Да, да, да. До суда, если ор был, а с этой стороны Иисус не был. Знаем это. Но это Ветхий Завет. А Господь говорит, а я говорю вам, слово а я, это не отмена, а возвышение. В Ветхом Завете не прелюбодействуй. А я говорю вам, не смотри на женщину с вожделением. А я говорю, то есть, это намного выше. Написано, не убей, а я говорю вам, ненавидящий брата есть человек-убийца. Ты лежишь под одеялом, а руки уже в крови точатся. Да что бы ему повылазило? Подумал. Понимаешь, заповеди возвышены. И в Новом Завете нет этого уже, что иди убей врага. Даже за Христа заступиться нельзя. За Христа нельзя заступиться. Личных врагов нельзя. Петр, выхватил меч, и Господь, и уложи меч. Все. Даже за Христа нельзя, не говорят про остальное. Правильно, потому что ты личные враги. А если враги отечества, то как же? Да, да, от того озера? От Макария? От Филария. От Филария. Ну вот это, от Филария, если мы сегодня. Что вы сделаете? Конкретно сейчас 100 развернутых дивизий Китая против нашей одной. Да бамбуковым палками захлещут. Филария, 100 против одной. И на самое современное вооружение у Китая. Посмотри, как они продвинулись вперед. Это пишет статистика, не где-то, я беру данные, КПРФ опубликовали. Это уже не религиозные люди. Против каждой нашей ракеты тройная защита. Это может ни одна даже не долететь. Александр Нешкин, когда он понимал, что с Ордой не справится, поэтому он пошел, так сказать, служить Орде. Но в другие моменты уже много русских святых воевал. Вы хотите что? Чтобы я сказал, что они делают правильно, а Библия написана неправильно? Нет, я хочу понять. Понимать не надо. Неправильно поступали. Сергея Равнишки нужно было немедленно стучить о церкви. Он пошел к Анону попирать. Канон говорит, если человек военный сложил звание, стал монахом, а потом вернулся к оружию, да будет преданного нафига. А Сляга? Кто он был? Пересветство был. Да что, Сергея Равнишского канона не написано? Что вы, интересно, как Сергея Равнишского? А сейчас кого прославляют? Иосиф Володский. Иосиф это Сталин внутри церкви. И он гундел, и гундел, Иосиф перед князем сидел. Князь, иритиков казнить надо. Он говорит, да Новый Жизавет, князь, иначе ты не князь. И он добился, казнить начали. И русскую инквизицию строили здесь. Кунцевича, самого главного гонителя православных. Тысячи жизней на его совести. Для них один святой, для нас. Сергей Равнишович, вы смотрите, сейчас вот я, насколько понимаю, вопрос. Вот я, например, офицер-празапасный. Вот завтра, как вы говорите, на полке тайна нас объявили всю общую мобилизацию. Я должен прийти на призывный пункт, положить свое удостоверение личности офицера-запасы и сказать, все. Опоздали. Опоздали на три месяца. Да. По рядускому все понятно, смысл понятен. Наши ребята вот стоят, которые служили, никто присягу не принимает. Мы пишем, я православный христианин, не могу делать вот это, потому что прямо написано не убей дальше. Не могу давать клятву. И согласно федеральному закону могу нести альтернативную службу, не быть заряжающим, не быть стреляющим. Все на этом. И у нас ни одного никуда. Но заявление вы должны сегодня офицер принести, не завтра, когда призовут. Сегодня. И священник распишется, вы не на отлучении, вы православный. И все на этом. Пищать стоит. У нас все пошли, отец и ни одного не трогают. Ни одного. И даже на альтернативную не берут. Так скажите, пожалуйста, а что нам с Сергеем Радовичем это делать? Повторите. Что нам делать со святым Сергеем Радовичем? 700 лет вот праздновать. Не надо, не надо. Я его молюсь каждый день и все. А вы сказали, не надо. Я сказал не то, что подумали вы. Подражать нельзя. Подражать мы не можем. Нет, вы сказали, отлучить. Я говорю, что размонашивать нельзя. Канон. Это не я говорю. Альтернативная справа. Только что сказали, что его надо. Вот и надо было, когда он их монархом где-то. Церковь должна решать это. Церковь это решила. Ну а нам-то вот что делать? А ничего не надо делать. Христа знаете. Сергий за себя ответит. Мы молимся. Зачем искушать? В Евангелии же присутствует. Он ответит за свои. Я так четко на ответы не помню. Так. Я это знаю. У меня все это написано в книге. На одном обмане строено. Корнилий тот, что подал в отставку и ушел. А они ссылаются на него. Ни один военный обратившийся военным уже не оставался. В житях святых. И дальше продолжайте историю. Это что молчите? Откройте жития, посмотрите Лонгина. Где он пошел Сотик? Он сразу ушел, пошел на проповедь. Где Корнилий? Он сразу сложил полномочия, ушел. А он Корнилий, военный. Да военный был до обращения. Если, говорит, мы знали Христа по плоти, Павел говорит, а то и не знаем. Ну, понимаете, как получается вот такая вот ситуация, когда ведь много тоже русских наших офицеров и солдат, в том числе возьмем сейчас Кутузова, вот мы берем там Суворова, он тоже, либо святых причислен. Кто, Суворов? Да. В чём ради? Откуда он? Ушаков. Ушаков. Если бы все истинные офицеры православной веры сказали бы, нет, мы склоняем голову перед волей Божьей, перед Словом Божьей, где бы было наше отчастие? Может быть, сейчас мы были бы католиками, или мусульманами, или ещё там какие-то. Где были, мы не знаем, а где оказались, это знаем. Ну. Что гадать, где бы были? Да не родился бы Гитлер, не родился Наполеон, убога высчит он это всё. Он дал бы, говорит, хуже вам правление, но не нашел по вашим делам. Нет, ну в том числе же и усилиями наших православных людей. Да никаких православных. Мы загнали туда, ни один враг нам этого не пожелает, куда пришли. Ни одной стране, ни одному народу Бог не дал такое сокровище, как нам. Мы хуже всех живём. На 72-м месте по медицинскому обслуживанию. Ну куда дальше-то? Побеждённая Германия, а шмотки, обноски слала сюда и пользовалась, и нам не стыдно ничего. Что спрашивать-то? Да нет, ну за можно 10 лет страна всё-таки зародилась. Так и зачем на материальное? На материальное, может, и не нужно. У нас и духовного ничего нету. Даже Библию не знают. Вот приехал пастор этот, литеранин у нас, ну и немцы съездили, всё посмотрели, переезжать, не переезжать. Он говорит, если хотите хорошо жить, лучше не придумать, сезжайте в Германию. Но если хотите душу спасти, оставайтесь здесь. Вот это я считаю достойный ответ. Вы считаете, нужно воевать. Бери, иди стреляй, я не пойду. Ну Иоанн Зелталов где-то говорил прямо, что наши войска распускать? Ну это просто нереально. Я сказал ему Слово Божие. На суде Божьем вы никого не поставите, ни Филарета, никого. Вы будете стоять и Слово Божие говорит. Оно будет судить вас. А эти подставки у католиков, у мусульман... Нет, Иоанн Зелталов, кстати, это отеческое толкование. Правильно? Понимаете? Я говорю вам на основании Слова Божия. Христос сказал, вложи мечтой. И на этом всё. Даже за Богородицу нельзя заступать. Он сказал Петру в той конкретной обстановке. Это спор. Спор повторный. Я просто спрашиваю. Он уже и ответил. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. И на этом конец. Я ответил. Вы не приняли. Я свободен. Нет, я хочу, если вы не знаете, я почитаю на эту тему. Я же не говорю. Я же не говорю, что... Я только сказал, что Библия нам учит по-другому. Врагов нет. Апостолы нигде не призывали убивать кого-то. Я просто считал исходил из того, что точка зрения говорит. У нас сказали, что круши врагов отечества, не выражусь врагами личными и внушаясь врагов. Это Сатана сказал, не Филарет. Через Филарета Сатана сказал. Вот мой ответ там. Это вопреки Священному Писанию. Писание говорит так. Галатам, первая голова, восьмой, девятый стих. Если бы мы, то есть все апостолы, или ангел с неба будет говорить не то, а анафема. Анафема ему, этому Филарету. И все на этом кончилось. Притом дважды. Не я говорю, это Библия говорит. Апостол Павел пишет. Не то, это совершенно не то, что нам Христос дал. Это ложное антихристовое учение убивать другого. Пусть Филарета отвечает, а вы его учите, а я Христов. Так может это для Царства Божьего? А не для нашей сегодняшней действительности? Я понимаю, когда вы все окружающие такие были. Мы рассуждаем о Библии. Господь говорит, исследуйте самих себя. Первое Тимофею 4,16 написано, вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. И поступай так, спасешь себя и слушающих тебя. Вот тогда ни войны, ничего не будет. Я просто скажу, у нас отец Тихон вернулся без руки с фронта. И 10 нас ребятишек в семье. И мы голодны ни одна дня не были. Когда все абсолютно изымали плану, все у нас забирали, ничего нет. Мы собирали рыжик, мороженую, картофель, все выросли все. А другие, которые все хватали, никого уже нет. Ни одного нет. Подразум. Богу я доверился. Я знаю, я в прошлый раз говорил, это во времена императора Фоки один праведник, имя его неизвестно. И он молился. Почему? Такой добрый был у нас правитель Маврики. И полковник Фока поднял мятеж в греческой армии, убил его, убил жену, убил дочерей, как Ленин поступил. Точно так же. Даже девушек погубил. И он говорит, сейчас вся страна в страхе. В казни идут, как у Нерона. За что? И вдруг Бог заговорил. Я долго искал правителя хуже Фоки, но не нашел. Вот и все. По вашим делам. Но ты не искушайся и больше не вопрошай, не исследуй судеб Божьих. Все. Это где написано? У Карташова история церкви. Профессор Карташова. И это действительно так. Никакой Гитлер не родился бы. Не надо ничего делать. А почему от нас скрывает житие святого Иерона? Назовите. Почему он Александра ссылает? Александра, я вообще знать не хочу. Я знаю Алексея. Он принял крещение во имя Алексея. Вот этого я знаю. А то начинают. Князь Владимир, я вообще знать его не знаю. А кто такой? Я знаю Василия. Крещение принял имя. Вот этого я знаю. А у того 2000 наложниц было. Мне зачем он нужен? Вы маленько определитесь, за кого он. За Василия? Тем не менее, Василий тоже держал дружины постоянно. Года не было в те времена, когда бы не было войны. Понимаете, год без войны это было исключение. Скажите, в Кост-Тарифе почему армию нет? Простой вопрос. Это было и в Руси было, и в Византийской империи, и в Римской империи. Это просто не было войны. Я просто вопрос. Вода не было войны. В Коста-Рика сегодня нет армии. Почему? Потому что американцам прониклижат, они. Почему в других странах у всех армии есть? В Аргентине, в Бразилии у одного государства только нету. Ему Нобелевскую премию прислали. Вообще армию устранил. Потому что никому не нужна эта Кост-Тарифа. Как все просто отвечает. Не потому, доверие Богу. И его считают как святого при жизни. Никого. И его трогать нельзя. Насталил там полиция за жуликами смотреть. Вообще все силы бросили на образование, медицину. И уровень поднялся в несколько раз выше. Вообще не без призорных, никого нету. Вот и весь ответ. Мы не доверяем Богу. Вот святой Феодор Стратилат обратился. Ну, Стратилат, по-нашему, это может быть генерал-майор даже. Очень большое звание. Но обратился и христианин. У него 2896 человек. отлично написано воины. Но они Филарета-то не знали еще вот этого, который в войну пропадает. Они сложили оружие и пошли в селе, начальник, посылая за ними. Это житя святых. Они вошли в их тесное ущелье выхода в Енинг. И когда тебя догнали, они все, говорит, склонили голову. 2896. И голову, говорит, как колосья посетрица, все святые. Почему вы пример-то это не берете? Иерон. Я повторяю, вы не знаете, не знаете. Так скажите, я не знаю, это житя. Святого Иерона, знаете? Иерона, знаете? Нет. Не Иерона, Иерона. Иерона. Его призвали в армию. Он говорит, я не пойду. А почему не пойдешь? Я воин Христа, тацит об этом говорит. Все святые в то время говорили. Тебя казнят. И вдруг ночью ему видение. Некий муж благообразный, след по именистрии сказал, ты воин Христа правильно поступил. Его казнили. Нет ни имен, ни храмов, а имя Иерона. Это умышленная политика. Сергей Радонский, Сергей Радонский. А он благословил. А благословил его. Он только сказал, что победа будет. Пирова. Такой победы никому не надо было. 360, здесь все пошло, 400 тысяч, 360 были убиты. 9 из 10 были убиты. Какая же это битва-то? А через 6 лет Тахтамыш пришел, и Сергей Радонский держал, и Келли все сожгли. Не надо это было. Самый, все, кровожадный был, это Жуков. Войну. Георгий Константинович. Солдат не жалеть, бабы новых урожают. Почти полмиллиона положил в Гарвине, когда ни этого солдата можно было не уложить. Уже все, уже сдачи было. Поставили. 9 мая, чтобы было. Ну и гнал туда их. Усыпал трупами. Это нам нужно. А уже все, готовились к капитуляции. Главное, чтобы наш город был. Захватить нам. Да разве жизнь человеческая стоит того? И представьте, что он положил, пошел в Дмитрий Донской, 9 десятых солдат. Это первая победа. Кого празднует? Никого нет. Князя едва по трупам нашли. Ну, с точки зрения, сейчас и Крым нам не нужен. Правильно? Что? Ну, Крым сейчас нам тоже не нужен. Правильно? Ну, если так... Ну, а нас себе спросили, я вам отвечал. Вы, понятно, не прыгаете. В прошлом году мы прошли Крым куда-сюда. Крым никогда не принадлежал Украине, он был русским. И там русская кровь была пролита. Это Хрущев по дурности своей Нине Петровне отчищал, ну, подарок к дню рождения сделал. Хотя Сергей Никитыч сегодня говорит, да нет, другая причина, миллиардация. Причина одна, дурь его собачья. Бесноватый кукурузник это сделал. Ну, а теперь народ выразил свое желание, прошел референдум, но это только для этого. Никакого луганства туда не попадает. Давайте мы себе представим. Мы на Алтайе. Сейчас наш Алтай. Собрали референдум, наш референдум и говорю, мы желаем Китаю. Что Путин будет с нами делать? И будет черемониться с нами? Чечня совершенно к нам не относится. Завоеванная Ермолом была. Два раза. В дребезги разнесли. Наконец все установили. Ни один правитель мира не позволит, чтобы города отходили. Только получили лживую записку, наверное, до Москвына, и рука отлетела. Вот и все, что он будто бы хотел помогать там врагам. Вы судите не двойным стандартом, одинаковым. Нам не нравится. Лукашенко правильно сказал. Я против разделения. Ну, совершил сейчас, совершил. Крым изначально русский был. Он вернулся домой. Если там русской армии не было бы, они бы давили точно так же, как там вас. Понимаете? Просто они побоялись. Я вам ответил, что как и было бы. Ну, вопрос другой. Это понимательно. Ну, вам это царство дорого? Я был в Крыму в прошлом году. Они мне крымчане сказали, вот сейчас евроинтеграция, мы все восстанем. Они сказали. Но детей учили по украинским программам, где говорят, что русские это враги. Против святой Руси. Они придумали, есть нация украинская. У меня дед сам с Украины, когда я родился в Российской империи. Он мне сам рассказывал, это была политика в советских временных организациях. Так. И дети кушают. Я теперь, я тебе сейчас скажу. Смотрите, вы Александра этого белого, музычка убили. Слышал, да. Слышал, да. Меня отец... Бог лишил разума, не дураки своего самого лучшего. Вот. Меня спрашивает отец Кирилл. Ну вот вы находите доступ к мусульманам, а вот к этому могли бы найти. А мне не надо искать, я один из них. Мне зачем искать-то? Я внузычка такой был, я на это готовился. И вы его поймите, вот вопрос. У него, он говорит, три дяди, репрессированы, все погибли. Сколько он претерпел? Вот он правильно сказал. Это один из лучших патриотов их. Ну, он-то делал как-то. На его совесть около 20 русских военнослужащих в Чечне только. БТР подбивал там. Ну, орден имеет от этого, от Дудаева еще. Он получил, как говорится, свое, но со связанными руками и два выстрела в сердце. Ни до суда никак. Он там хватал за галстук прокурора. Я видел тебя. Ну, а другие там, женщина, как его пинает в лицо, он там блудница, там мазохизм. Ну, это его личная жизнь. И поэтому о нем говорить мы даже с учетом того голодомора, который мы там устроили. Мне непонятно, почему Остап Бендера и вдруг он такой плохой. Для меня, я в его армии был бы, если бы я не обратился к Богу. Он за народ, он в фашистском лагере сидел. Степан Бендера. Степан, да. Степан. Степан его... Как величать-то? Степан Бендера. Величать-то? Бандера. 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 Как величать, говорю. Отчество-то у него есть у Степана. Степан. Степан, ну мы знаем о ком. Ну, и понятно, что... Я не согласен с ними, но я теперь верующий, у меня уже другая мысль. Вот как христианин, я за то, чтобы не расстреливали ни одного, никого, никак. Не имеем права. А как гражданин, я говорю, этих маньяков, которых столько убили, вот этот, там щекотелки, всех надо просто ликвидировать. Но это я говорю прошлое тем человеку, которого уже нет. Вот знаете, хотел поделиться просто. На соцсетях вот есть один товарищ, мы его слышим, но не буду произносить его имя сейчас. И он пишет, что постоянно толкают такие вот, как бы, движения, то есть он призывает к тому, что вот, например, мародер, техни-тех, нужно стрелять, просто к стене и стрелять. Я написал всего лишь одно сообщение. Автомат в руки и вперед. После этого тишина. Он меня вообще из подписчиков убрал. Все. Он очень много говорит красиво в соцсети. Я ему написал, автомат в руки и вперед. Да, да. Все закончилось. Мы все красиво разговариваем. Нам дано право умирать, страдать и умирать, другого не дано. И плакать, и молиться. Все. Вот это Господне. Потому что, если тебя убили, венец в ученичестве. Нас нельзя поразить. Мы всегда победители. Христов. А здесь это царство. Утверждать Бог нигде это не заповедовал. Просто этого нет. Дима Тихович, а вот такой еще момент, что ты припомнила. Когда в православных храмах мы волимся, властей и воинствах, все-таки мы волимся. А мы не молимся. Вы молитесь, а мы не молимся. У нас вообще нет этого места. А я союз, и не молюсь. Здесь поклон делать, я его не делаю. Я не молюсь. Все, вопрос снят. И у нас не властей. Я молюсь каждый день. Я поминаю Горбачева. Ежедневно молюсь за правителя и Обаму, и за Рамзана Кадырова. Лукашенко. Лучше Лукашенко правителя сегодня я не знаю. В прошлом году там был. Это настоящий батька. Это, как я его знаю, могу показать. Но он говорит, я верующий от и весь. Это бы сказал. Вот так это или и так это или нет. Но мне все понравилось у него. И главное, что южных народов вообще ни одного человека нигде нет. Идет свой русский какой-то, белорусский, славянин, славянка рядом. В люльке сидит такой. На крыше славяне работают. Дорогу стежат славяне. У нас до самого Владивостока прошли. Везде однища добровые, красивые витязи. А наши где-то под забором. Здесь делать нечего. Не надо роптать на себя. Так, если урожа клевая. Ни зертва не виновата. Россия была такая, что 3-5 миллионов ежегодный прирост населения за высшитом смертных. Чистой прибыли было. Что сегодня мы видим? Сегодня у русских средняя семья 1,8. У мусульманина 8,1. Ну и что? Выступает Дмитрий Смирнов, священник. Чтобы выправить положение с сегодняшнего дня в каждой семье не менее 8 детей. Возможно это? Ну понятно, что это фантазия. И поэтому мир меняет свое лицо. В 30 раз больше мусульман в Канаде за последние где-то 15-6 миллионов. В 30 раз. И поэтому мы должны просто принять то, что есть в данности. Мы это хотели. Хотя не выразили словами, но вот к этому шло. Абортов сделано за время перестройки 120 миллионов. Это же государство убило. А у мусульман ни одного. Ну неужели? Да так, а почему? Смерть. И все, кончилось. Подон завязали. Один-то если сделал, аборт, кончилось на этом. А у мусульман не спасают слабых детей. Природа. Если рождается асфиксия, у нас асфиксии или кровь, у мусульмана, у него душевых его не спасают. Это рассказывала моя знакомая, которая в Алжере работала. Не могу ответить. Я знаю, девочек закапывали раньше. В песок горячий. Но это еще и мусульман. Надо идти, спасают. Нас Христос спас. Поэтому я отвечаю просто потому, что спросили. Больше к этой теме не возвращайтесь. Какой? Военный или какой? Военный. Я служил свое. Рассказывали, что было. Я пошел во французский регион служил. Пошел к добровольству. Вообще уманялся. Ужас один. Где меня Господь провел, от чего спас? Я вот наконец скачу на коне, у меня ружье. Обыкновенное ружье вот такое вот. Я любого воробья мог снять. Мне не надо было учить. У меня везде патроны под ножи. Ложусь с собакой. Живем не дамся никогда. И Бог меня вот такого избрал. Понимаете, даже вы спросите, почему меня? Она здесь и человек в семье, и меня он первый избрал. А вот Златоуст говорит так, если земля не обработана и на ней растет буйно, там тропива, распаши там будет расти. Но если ничего нет и не растет, там и распаши еще не будет. Вот поэтому, видимо, так есть. В армию три года пропали. Ропщик, у нас было четыре во флоте. Я за это время в службе в армии был, выучил английский, немецкий, французский и все политические системы мира и поступил еще на институт международных спашей. За службу в армии. И поэтому, когда стонут, зачем? Ты же сильный, ты могучий, ты делай, что надо. Ни на кого не нащи. Притом, у нас никаких заступников нет. Отец не грамотный, нигде. Мы все пробивали своим трудом. А в настоящей действительности это возможно? Я перед вами говорю? Нет, я имею ввиду, вот молодым людям в настоящее время своим трудом. Я им это говорю. Даже сейчас, в таком положении, 75 лет, вот десятого числа мне будет. И посмотри на нашу машину. Это путешествие никому не совершить больше. В 62 года мне показали, как включать компьютер. И первое, что ее как запятую можно в точку превратить, я до того удивился. Понимаете? И я провел 30 тысяч часов за компьютером. И за 9 лет 38 томов и сдал. Клик. Вот в наше время. Еще дальше. Я не про вас разговариваю, про молодежь. А любой-то. Я для того и говорю, чтобы он мог взять... Пример. Вы знаете, вот вы такой, а другой человек может другого. Он другой сделает больше. Больше. Вот и все. А трени вообще ничего не делали. А от него зависит. Ну как зависит? Вот если раньше вы воспитывались в одной системе, когда религия смешана с какой-то политической направляющей, ведь мы тоже воспитывались. Вот я еще застал те времена. Это пионеры-герои, положительные, там всякие вот патриотические чувства, там, если не было, там веры в Бога, была вера в коммунизм, там светлые отношения. А сейчас? А сейчас-то? Сейчас совсем другую. Сейчас совсем ебло. Я вам расскажу только одно. Российский флаг. Лучший за мировую историю и такого не создать. Единственный в мире внеконфессиональный, вненациональный, вневременный русский флаг. Трекола. Рождение. Кровь. Всюду везде пропитана кровью. У всех. Мусульман везде. Второе. Небо. Думать о небесном, подмышлять о горле. Мы третье. Великий белый престол. Все заложено в библейске. Такого флага нет. Нас Бог наградил ежедневной проповедью только флагом. Это священник Николай Балашов, это помощник патриарха по внешней церковным и один эрмонах. Вот и начинается. Для слова Божия не трус. Издание второе дополнено. В предисловии, читайте слух. Все документы. Все документы. Связаны с одним человеком. Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но и он главный герой Слова Божия. Главный герой Слова Божия. Проповеди, которого посвятил свою жизнь Лапкин, Слово Божие живо и действенно. Евангелие 4. И дальше, где проповедовал? В КГБ, в метро, в храме Василия Блаженного, в Кремле. Нет места, где бы я не проповедовал. В годы Советской власти. А в Гранаву Василия Блаженного за экскурсии. Вот теперь. Вот я арестованный иду. Вот покажу сейчас. За что арестовали? Как написали? Вот он. Исторический снимок. Вот он я арестованный. Меня видят. Это цветы летят. Цветы? Это люди бросаются. Это цветы летят. Вот я иду. 86-й, ну да. 86-й год. И зал с удалом. Как они обидели? Во всю шла перестройка. Ну... А за что? Ну, я проповедник. За Слово Божие. Но я еще добавил архипелаг в ГУЛАГ и брал интервью репрессированных об истории трагедии русской церкви. Ну, поспешили. Немножечко через два года вас бы не арестовали. Правильно приехал полковник ОГБ, который меня знал. Я, говорит, пришел и сказал, ну что делаете? Вот люди, из которых я обратился. Это вот у нас, у нас как по форме одеты. Посмотрите. У вас наполовину голову здесь открытую у женщин там. У нас вот они все одеты как. Это крещение. Да нет, тут тоже закрыт. Меня тоже научили здесь. Вот, пожалуйста. Вот это хозяин собаки сейчас у меня. А, подарил собак. Вот мой брат родной. Это отец Аким. Вот я присел куцину. От какая речка? Это не речка, это пруд. Это у меня детский лагерь тут был. Вот сектантский ребенок. Из всех один выделяется. Он свободное время в ГИБе открывается. 12 лет Юрка. Мы его не заставляем. Голукой не крестится. Юра, как он ему молится? Ну вот так вот руки сложат. Ну хорошо так молись. Проходит неделю, он уже крестится. А родители приехали. Юрка, ты совсем православный стал. Понимаете, мы никого не принуждаем. Он просто в жизни увидел, что такое православие. Он сам втягивает. Какая красота, какое целомудрие. Вот. Ну и вот это все. А это вот, где мы были, в других деревнях. Это вот я в зале проповедую. Это вот работаем. Вот крещение, к окрещению которые люди. И вот там у нас изнаображение, с той стороны батюшка сходит в воду. Видели? Вот как должно быть. Это племянник мой возит книги в Новосибирскую библиотеку. Я дарил. Вот кто-то моей книги лежал. Ага. 38 книг. 38. Это моя голубя. Я голубя держу. У меня три голубя. Я люблю голубя. Ну это да. Слабость. Это просто необходимо для детей. Вот Виктор еще играет как раз и поет сам. Вот он стоит перед ним. Да, да, да. Мы его узнаем. Моченых у вас исправить можно? Все моченые, которые к нам приезжают, архимандриты, принимают полное крещение и опять идут подлужить. Я был моченый. А это Виктор Николаевич пытается повалить. А можно у вас? В лагерь. Ну это да. Конечно можно. А это презентация книги. С нами списаться. В университете. Я вот разных университет такого занятия. И книги выходили. Вы знаете как? Это много всяких вот этих мнений по поводу крещения. Пожалуйста, епископ. Моченый. А это православное учение люди не знают. И священники в том числе. Посмотрите, как одеты. Вот у нас в храме снимок. А это вот. А это прям уже. А вот ребенок маленький. А вот это в храме на вратах ласточкины гнезда. И во время службы тут ласточки летают по храму. Прямо храме? Вот они гнезда, прям на иконах. Ух ты. В Симур Верии все сказано. Вот. Первый идти на крещение и восстановление крещения. Взяли крапиву и показывают. Это ваше лекарство самое лучшее. Не, в детстве тоже можно. В православии это можно. Только должны. Прямо маленькие грудные. Только родители должны быть верующие. Опа. Крестный должен быть верующий. Конечно. А не так, что один верующий, а другой нет. Но я помню точно, что меня не погружали. Я просто там, мне как-то побрызгали там вообще. Меня этот вопрос волновал, там очень сильно, да, у старобряца там как-то зашел, на рогожку заставит там. Нет, надо перекрещиваться. Я говорю, не знаю, вроде как-то, внутренне что-то не могу, но Симур Вера, там вроде он говорит как раз от нас. Один том, где 74 человека рассказывает, как они обратились в Богу. А приехал на Афон, там батюшка монарх. А, его еще от людей, да? Тебе как бы один раз покрестили. Это вот крещение, вот это университет, это видны занятия. Это вот себя за столом, это лежат мои краткие, вот эти вот вещи. Я не знаю, как я был крещением. Это корреспондент, кто приехал, я сразу переоделил. В итоге я не могу последовать свое крещение. Так, я принял. То есть крещение на два, как бы делится, миропомазы. И все получит. Огромное. И поэтому у вас нет расходов ни на деньги переводить, ни на почтовый выбор. Ну, по-прежнему. У вас что-то есть там? Так, я вообще не сердце знаю. Крещение, крещение. Я все буду... Как ты не мог, бля? Как ты не мог, бля? В сентябре я должен подъехать. До Тайского края. Мы уходим. Все, никаких бесед не будет больше.